Город Героев Город Героев Город Героев Город Героев Для кого-то цирк начинается с вкуснейшей сахарной ваты, а кому-то началом служит выход конферансье, приветствующего восторженных зрителей. Город Героев Для Ивана Кузьмина цирк давно превратился в ежедневный ритуал, и начинается он с планерки. Иван Георгиевич любит во всем строжайший порядок, поэтому перед началом рабочего дня его сотрудники отчитываются о проделанной работе, а затем получают задание на грядущий день. После планерки – обход по гостинице. Не останавливаются гастролеры, и Ивану Георгиевичу важно проверить, все ли в порядке в номерах, чтобы артистам у них было комфортно. Затем начинается самая важная часть обхода – территория цирка. Он начинается с вывоза мусора. Вот баки каждый день я контролирую, как они вывозятся, потому что от этого зависит очень многое, в том числе и запахи. Вторая, очень важная составляющая – это опилки, наличие опилок. Как бы прозаично это ни звучало, но контролировать вывоз мусора и привоз опилок нужно ежедневно. От этого зависит частота загонов для животных. Если опилок будет недостаточно, звери могут просто заболеть. А еще важно, чтобы каждый день хвостатым артистам хватало сена и фруктов. Например, лошади предпочитают разнотравье, а вот бегемотам подавали люцерну. За 16 лет Иван Георгиевич узнал повадки и предпочтения многих животных. Я очень люблю лошадей. Хорошо очень общаюсь с обезьянами. Как-то не очень получается с крокодилами, потому что они не совсем понимают, что от них требуется. У них только инстинкт – это на то, чтобы съесть кусок мяса. Больше у них инстинкта, по-моему, никакого нет. Очень неплохо с хищниками. Потому что когда хищники понимают, что от человека нет зла, они почему-то видят это по выражению лица и глаз. А что видят, что человек не со злом пришел, они начинают его испытывать. Но как только они заметят о том, что у него характер слабый, и он не сильнее, чем они, то нас ждет них опасность. Лучше к клетке не подходить. Убедившись, что запасы сена и опилок полны, Иван Георгиевич идет в конюшню. Общий язык с животными нашел быстро, через месяц, как стал директором цирка. И самое главное, когда находишь общий язык с животными, то уже потом с людьми легче становится. Потому что самое сложное найти общий язык – это животные. Как только они поймут, что человек – директор их друг, то все остальное нормально. Молодец. В среднем обход занимает от часа и больше, каждый день. Но без этого никак. Директор должен лично убедиться, что цирк готов к работе. Маленький. А, там, человек. Маленький. Иди сюда. Маленький. Ооо. Вот что, драться. 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 Саратовский цирк начал свою историю в 1873 году, когда еще молодые, но уже известные в России цирковые артисты братья Дмитрий, Аким и Петр Никитины вернулись в родной Саратов. Здесь они сформировали цирковую программу и начали колесить по губернии. В 1876 году на торговой Митрофаньевской площади Саратова было построено круглое деревянное здание с парусиновой крышей. Вывеска на нем гласила Первый русский цирк братьев Никитиных. В смутные времена смены власти цирковая труппа уцелела и даже получила господдержку. 8 октября 1931 года состоялось открытие нового каменного здания цирка на улице Чапаева, которое мы и знаем сегодня. Саратовский цирк не прекращал работу во время Великой Отечественной войны. Цирковые бригады выезжали с представлениями на фронт в госпитали и эвакопункты. В это время на арене саратовского цирка сделали свои первые шаги к славе легендарные артисты и дрессировщики Вольтер и Мстислав Запашные. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун. Личность директора и крепкого хозяйственника была важна для судьбы цирка всегда. В середине прошлого века этот важный пост занимал Иосиф Вениаминович Дубинский. При нем была произведена первая капитальная реконструкция цирка. Ему же принадлежит идея фонтана «Одуванчик», которая реализовалась только в 1971-м. Наш герой связан со второй большой реконструкцией в 1998-м, к 125-летию цирка. Ее он курировал в должности министра культуры области. В настоящее время это один из лучших цирков России с уникальными техническими возможностями и славой на всю Россию. Десять часов, можно сделать небольшой перерыв и пойти поработать в кабинете. Иван Георгиевич работает в социальной сфере около 28 лет, а в культуре более 20. За это время успел поработать учителем физики и математики, работал в аппарате Саратовского облисполкома, был министром информации и печати, а после возглавлял региональное министерство культуры. В цирк попал случайно. В 1998 году проводилась реконструкция Саратовского цирка. Иван Кузьмин был начальником штаба. За то время, пока шел ремонт, успел привыкнуть к местному коллективу, проникся цирковой атмосферой. Вот я человек такой, которому мне хочется, чтобы результаты сразу были. Удавалось ли мне это начинывание работать? Удавалось. Но удавалось локально. Ну и когда вот поступило предложение о том, что я особо не раздумывал, чтобы перейти вот на такую хозяйственную работу. Почему? Потому что видишь результат каждый день. Ежедневная, рутинная и незаметная для зрителя работа, чтобы потом, когда занавес откроется, там два с половиной часа представления, до этих двух с половиной часов, это вот каждодневные восьми-десяти. Ну, у меня ненормированный рабочий день. У работников нормированный рабочий день. Восьмичасовая каждодневная рабочая неделя с тем, чтобы вот это все обеспечить. И самое главное, здесь нельзя отложить на потом. Если сегодня надо кормить животного и не один раз, то не скажешь ему, ты подожди, значит, вот как привезем, найдем корм. Или бегемот, ты бегемот потерпимый, как найдем люцерну, так тебя будем кормить. Или там, артиста, подожди, лебедку с ним подключай, как мы там что-то сделаем. Это не возможно, это просто исключено. Мы обязаны обеспечить это в то время, в том месте и тогда, когда это необходимо. То есть это даже не обсуждается и ни на каком уровне не рассматривается. Как человек, который любит во всем системности распорядок, Иван Георгиевич на протяжении 16 лет ведет учет всем планеркам и выступлениям. Он может с абсолютной точностью назвать, кто выступал в 2002 году в январе. Компьютеру свои записи не доверяет. Пора продолжить обход. В цирке важно все. От буфетов, которым кормят артистов и сотрудников, До билетов, которые нужно заверить и продать, чтобы представление состоялось. У Ивана Георгиевича большой коллектив. Кто-то, как и он работает здесь уже 16 лет, Но есть и молодые кадры, которые, проработав совсем немного, Уже бесповоротно полюбили цирк. Как только он заходит в цирк и немножко поработает в цирке, То отсюда просто его не выгонишь. На самом деле цирк – это болезнь. Просто трудно выйти, это вот затягивает. Иван Кузьмин обязательно посещает гримерки артистов. Интересуется у них, все ли хорошо. Одна из молодых акробаток недавно получила травму. И Иван Георгиевич за нее переживает, Потому что заметил на репетиции, что она не доверяет лошади. Из элементов, которые, я считаю, обязательны, Это вот общение с артистами в неформальной обстановке. Не просто на манеже, где-то на репетиции, Всегда в гостиницу, наверное, заходишь сюда, в длинную уборную, на репетиции. Потому что они должны почувствовать, что они как дома. А теперь пора навестить виновников шоу-программы Трех артистичных бегемотов Аиду, Яну и Злата. Вот смотрите, три с половиной тонны, Как она сейчас будет изящна по ступенькам спускаться. По своей натуре бегемоты животные весьма непредсказуемые. Если они впадут в ярость, остановить их невозможно. Но народному артисту России Тофику Ахундову Удалось организовать единственное шоу в мире. Его бегемоты не ходят в альяжный по манежу, А выполняют сложнейшие трюки. У меня есть официальные справки, Что я первый человек, который выиграл группу бегемотов в манеже. Это первое. Второе трюки, которые на сегодняшний день Пополняются с бегемотами в мире, И когда никто не делал за всю историю циркового искусства. Когда Иван Кузьмин стал директором цирка, То столкнулся с тем, что здесь своя терминология И свои порядки. Все это нужно было в кратчайшие сроки изучить. Когда я пришел сюда, Было очень много специфических терминологий, Которые надо было знать, Чтобы разговаривать с артистами, Со всеми на одном языке. Что это, так сказать, не просто называют, На арене, арене цирка. Это называется манеж. Это называется барьер. Это нужно знать. Это называется барьерная дорожка. Дорожка, которая стелется, Называется выходная дорожка. Вот эта часть, которая соединяет непосредственно сам круг, Саму арену, непосредственно с барьером, Вот она под углом. Это называется писта. Я честно признаюсь, что я изучал всю терминологию, Когда стал директором. Есть такая книжка. Под цирковым шатром, она называется. Вышла, кстати, к столетию со дня основания Саратовского цирка В 1973 году. А еще он считает, что хороший руководитель Должен обязательно присутствовать на всех репетициях И даже принимать участие в выступлениях. Его поджигали. Он поднимался под купол с Владимиром и Людмилой Шевченко, Выходил на арену к Ольву в шоу-программе Николая Сквирского, Также успел поучаствовать во многих других представлениях. Но один из таких его выходов едва не закончился трагичным. На закрытии фестиваля принцессы российского цирка Иван Георгиевич должен был выехать вместе с одной из лауреата конкурса на колеснице И сделать круг почета по манежу. Что-то напугало лошадь, и находящиеся в колеснице люди рухнули на арену. И здесь я нарушил сам технику безопасности. В чем это было нарушение? Во время репетиции ничего не было. Было все нормально. И эта лошадь, которая на колеснице, она очень хорошо и спокойно прошла. Я не учел одного. Крепление. Потому что когда была репетиция, зал был пустой. Ну, тут кто-то был. И лошадь спокойно себя вела. Я не подумал о креплении, которое необходимо, поскольку был перианшлаг, было очень много народа. И что-то хлопнуло, там, у кого-то шарик и так далее. И лошадь испугалась, и она понеслась в голубь. А креплений не было никакого. Я практически держался одной рукой за поручень и хотел, так сказать, зрителям помахать. Это моя вина. Полностью, 100% вина руководителя. Этого допускать нельзя. Иван Георгиевич учится на своих ошибках, и поэтому тщательно следит за техникой безопасности артистов, которые у него выступают. Репетиция еще не началась, значит, можно пройтись по электротехническому цеху. Это тоже очень важная часть обхода. Иван Кузьмин проверяет электро- и водоснабжение. Здесь даже есть свой маленький генератор на случай аварийного отключения света. А еще тут находится сердце цирка, без которого не обойдется ни одно представление. Значит, это сидит у нас вот звукорежиссер. Тут очень опасно все трогать, даже я не трогаю. Здесь полностью весь, все звукосопровождающие моменты всей цирковой программы отсюда идут. А здесь вот у нас света-режиссер за пультом. С этой точки открывается вид на манеж и весь зрительный зал. Вот парни выходят на репетицию. Они даже не знают, могут не знать, что мы за ними следим. Вот иногда интересно. Саратовский цирк в новейшей истории стабильно укрепляет свою репутацию. С 1999 года здесь традиционно проводится фестиваль циркового искусства при поддержке правительства Саратовской области. В 1999 году это был второй всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства. В 2001 году всероссийский фестиваль-конкурс клоунады, эксцентрики и пародии. В 2003 году в Саратовском цирке прошел международный фестиваль-конкурс циркового искусства в рамках празднования 130-летия Саратовского цирка. Особой страницей в истории цирка стал всероссийский фестиваль-конкурс принцессы российского цирка. В феврале 2005 года он был проведен впервые и традиция прижилась. Этот фестиваль-конкурс проводили в Саратове в 2007, 2009, 2011 и 2014 годах. Гастрольная программа всех российских знаменитых цирковых труб неизменно включает Саратов, как обязательный пункт. Здесь ежегодно выступают дрессировщики, гимнасты, клоуны и акробаты с мировыми именами. А поколения саратовских детей навсегда запоминают представления с участием тигров и слонов, морских котиков и бегемотов. Арена цирка регулярно становится площадкой для выступления российских и даже мировых звезд. Поэтому и не только. Саратовский цирк занимает достойное место на культурной карте города. В прошлом году Иван Кузьмин открыл музей цирка, в котором представлено более 115 экспонатов, связанных с цирковой историей. Здесь хранятся документы с 1873 года, афиши разных лет, награды и памятные вещи, связанные с саратовским цирком. Я считаю, что любое предприятие, организация или человек, не сдающий историю и не проявляющий интерес к истории, что было до него, до развития, это точно так же, как Ивана, не помнящее родство. Поэтому свое родство обязательно должно быть. И для того, чтобы потомки знали, что было до них, это вот в истории оно остается. Люди уходят, а сама история остается. А история она в чем? Она вот в афишах, в документах, в материалах, в экспонатах. Вот это мы должны бережно хранить и потом передавать своим потомкам. Иван Кузьмин не просто предложил инициативу по созданию музея, а собственноручно переписывал всю информацию, помогал красить и устанавливать стенды. И так всегда во всем видна его работа. Два часа дня, значит, можно пойти на репетицию. Иван Георгиевич всегда наблюдает за артистами как на выступлениях, так и во время разминки. Вот это неправильно. Она сделала вот то правильно, а здесь она неправильно. Большой угол загиба сделала. А я же на представлении смотрю, как они насеку вытягивают, как этот в обязательном порядке. И они, кстати, об этом знают. В силу специфики циркового искусства здесь очень часто встречаются семейные династии, в которых профессиональное мастерство передается от родителей к детям. Это, наверное, справедливо. Трудно назвать еще какую-нибудь область человеческой деятельности, в которой так важно с самого раннего возраста не только учиться профессиональным навыкам, но и приобщаться к сложному кодексу корпоративной этики. В цирке есть свои традиции, так же и в цирке у нас очень есть. Но у нас не принято грызть семечки. У нас нельзя к манежу спиной сидеть. Почему именно сидеть? Потому что манеж – это наш хлеб. И неуважение к манежу. Это издревле, с самого начала так принято. И цирковые артисты настоящие, они всегда существуют все эти цирковые традиции и стараются соблюдать их всегда. Несмотря на то, что Иван Кузьмин весьма строгий руководитель, его сотрудники и гастролирующие артисты любят с ним работать. Человек, который не из цирковой среды, он, вот это единица, конечно, бывает, что он настолько проникся именно цирковым духом, он изучал, он спрашивал, интересовался, чтобы войти в нашу структу. И он достойно вошел в эту структу цирковую. И на сегодняшний день он является ведущим директором у нас, российской компании. Есть специфика цирка, она требует и строгости, и определенных, в общем-то, навыков, умений. Работа директора, она специфическая в цирке. Тут приходится и с творческими людьми, и людьми работать, и с людьми административного плана. Очень много пересечений идут, и, в общем-то, по большому счету, в чем-то даже непредсказуемость цирка. Тяга к административной работе у Ивана Кузьмина все равно осталась. Вылилась она в должность руководителя комиссии по культуре общественной палаты по Саратовской области. Он старается всячески развивать культурную составляющую в городе. Три часа у него очередное заседание. На повестке дня – подведение итогов работы за 2014 год и составление планов на 2015-й. Когда Иван Кузьмин был студентом, каждый раз на каникулах он посещал цирковые представления. Цирк был тем местом, где можно отдохнуть душой. Потом он женился, у него появились дети. Это уже стало семейной традицией, а затем это превратилось в смысл жизни. В то время ей было, младшей дочке, 12 лет. И первое, что она… Вот когда я сказал, что я перехожу в цирк, у нее так эмоционально. Ура! Мы теперь будем ходить в цирк бесплатно. Вот это было такое. Я даже, честно говоря, не задумывался об этом, что можно иметь такую льготу. Сейчас уже ходят внуки, трое внуков. Ровно год исполняется, я их приучаю к цирку, и они все ходят в цирк. Они знают, как видят рекламу, спрашивают деда, когда мы пойдем в цирк. Они знают различные трюки, знают животных, и они быстро ориентируются. Осталось полчаса до представления. Всю неделю артисты репетировали. Каждый день сотрудники цирка делали все, чтобы шоу-программа в очередной раз состоялась и, как всегда, прошла на высшем уровне. Все это ради зрителя и двух с половиной часов праздника. Свет замысел. Здравствуйте, дорогие друзья. Российская государственная цирковая компания и Саратовский государственный цирк представляют программу шоу Бегемотов. Наше искусство, оно вообще не имеет возрастной границы. Наше искусство, оно не имеет границы национальности. Наше искусство, даже если имеются какие-то определенные заболевания, ну, такие, предположим, как глухонемой, то здесь мы без языка, без разговорной речи, наше искусство понятно для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова